Победой спортсменок из Московской области завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. В Каспийском дворце спорта и молодежи имени Али Алиева разыграли 8 комплектов наград и специальные ценные призы, которые достались чемпионкам в каждой весовой категории. Грациозная женская борьба и накалах страстей на коврах в репортаже Гаджимурада Зеудинова. Наш чемпионат посвящен Нью-России. И хотел бы пожелать нашим участникам красивой и хорошей борьбы проведение чемпионата России в республике Дагестан. Это данное уважение нашим девочкам, которые борются с олимпийской чемпионкой Натальей Воробьевой, чемпионке мира Замира Рахманова и Крияде, тех борцов вольного стиля, которые сегодня прославляют нашу республику, прославляют нашу великую Россию. По-разному можно отнестись к женской борьбе. Кто-то за, другие против нее. Но факты говорят сами за себя. Представительницы нашей республики имеют два золота чемпионатов мира из пяти, которые за всю историю завоевала сборная России. Да, мы дома выступили не так, как хотелось бы, но это спорт и нужно двигаться дальше. По результатам женского чемпионата России у дагестанских бориц всего три медали, два золота и одна бронза. Однако сейчас в республиканской команде идет смена поколений. Мы вправе были рассчитывать на опытную Милану Дадашеву, но спортсменка не смогла должным образом восстановиться после операции. Зато выше всех похвал выступила Хадижат Муртазалиева. Правда, в финале весовой категории до 58 килограммов ей не хватило опыта. Мы ждали большего. Даже наша Милана Дадашева, что проиграла, может это в жеребеке, так неудачный этот момент для нее. И сама схватка тоже так... Схватка была достойной финала. Да, достойной финала, во-первых, а во-вторых, в катагулу пошли, вот этот момент она отдала. Думаю, это по правильной ситуации Дадашева дальше покажет лучшие яркие результаты и будет бороться и на чемпионатах мира, и Европы. На Олимпиаде. Надеемся на это. Наставник республиканской сборной Касум Насурдинов настроен оптимистично. Правда, по итогам российского чемпионата придется сделать определенные выводы и разбор полета. Потенциал у команды есть. Нужно отбросить все лишние детали общими усилиями, готовиться к очередным серьезным стартам. Больше работать на ковре и набираться мастерства у более опытных легионеров, которые теперь уже представляют сборную Дагестана. Ну, во-первых, не хватает, как говорится, целенаправленной подготовки совместных тренировок. Это раз. Второе, молодежи слабо выступила, которые только... Почему? Потому что... Ну, они почему-то считают, что они еще молодые. И не так работать на ковре, как нужно работать. Третье, ну, в любом случае, в какой-то степени те, которые к нам приехали из других регионов, вот. Ну, на сегодняшний момент они какую-то там частично оказали, как говорится, поддержку для того, чтобы были медали. Имена победителей 28-го чемпионата России по вольной борьбе среди женщин на ваших экранах. В неофициальном общем зачете. Первое место у команды Московской области. В их активе три награды высшей пробы. На второй позиции с двумя золотыми медалями спортсменки из Краснодарского края. Ну, а в самой престижной весовой категории до 75 килограммов золотой медалью удостоилась Алена Перепелкина. Заслуженный мастер спорта из Санкт-Петербурга со счетом 4-0 одолела осетинскую спортсменку Анжелу Катаеву. В активе Перепелкина путевка на чемпионат мира и незабываемые эмоции о Дагестане. Очень хорошие болельщики, очень такие активные, приятно бороться здесь. Все любят и знают борьбу. Ну, вообще здорово. Очень хотела всю жизнь побывать в Дагестане. И мечта сбылась. Хороший город, хорошие люди, борцы. Вообще все очень замечательно здесь. Наградной фонд в каждой весовой категории составил 400 тысяч рублей. Плюс ко всему чемпионки страны получили по автомобилю от главы республики. После небольшого отдыха призеры чемпионата России проведут учебно-тренировочные сборы к чемпионату мира. Он пройдет в конце августа в столице Франции, Париже. Ну, а программу женского чемпионата страны завершил концерт всемирно известной поп-группы Бонни М. Гаджмур Адзеевдинов, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей.